Пара показала также в 2008-м, но на первенстве мира, а не Старого Света. Ксения Шмирина, Егор Майстров, представляющий Белоруссию, выходят на лёд по 20 лет этим спортсменам. И сейчас мы увидим финстеп в исполнении белорусского дуэта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В 2007 году Ксения выступала за сборную России. Начиная с сезона 2006-2007 годов, когда она встала в пару с Егором Майстровым, пришлось поменять спортивное российское гражданство на белорусское. Пока не добивались особых успехов. 20-летние спортсмены, представляющие Белоруссию, тренирует их Ирина Лобачева, которая знает, что такое выигрывать в танцах не понаслышке. В частности, она со своим партнером и теперь уже бывшим супругом Ильей Авербухом выиграла мировое первенство в 2002 году. Ну вот, Шмирина и Майстров пока даже в 20-ку ни разу не попадали. На чемпионате Европы были в прошлом году 22-ми, на чемпионате мира 28-ми. Их лучшие результаты далеки от лучших результатов даже дня сегодняшнего. В частности, 20-25 за обязательный танец в прошлом году получили Егор и Ксения. И по сумме 116-63 едва ли не худший результат среди тех, кто уже выступил. За исключением, возможно, греков, но и, наверное, представителей Болгарии. Очень сложно будет вклиниться в число лидеров Ксении Шмириной и Егору Майстрову. Но сейчас от них уже мало что зависит. Ждем решения судей. 20,91 балла. Я думаю, что спортсмены должны быть довольны, потому что больше за обязательный танец они еще так не будут. Ни разу и не получали. Это их лучший результат в обязательном, но, правда, это позволяет им подняться всего лишь на девятую строчку среди тех 11 дуэтов, которые уже...